Знакомство юных акул Пирас с Азами 2-й древнейшей продолжается. Второй день международного форума медиашкола. Участники начали работу с конкурсными заданиями. Каждой команде досталась необычная профессия, о которой нужно узнать и, главное, доступно и интересно рассказать своим зрителям и читателям. Школьники из Выборга впервые в ювелирной мастерской. Для меня журналист – это человек, у которого есть больше возможностей, чем у обычного человека. То есть там у тебя есть больше мест, в которые ты можешь сходить. И когда ты приходишь, ты уже в голове, как только ты видишь это место, ты начинаешь задавать в голове вопросы и потом их просто наружу выливаешь. Не зря тонкую и кропотливую работу называют ювелирной. На создание каждого уникального изделия уходит немало времени и сил. Я, наверное, чувствую себя таким художником по воску. И потом модели, которые я делаю, мы отдаем в производство. Там они отливаются, становятся уже металлом, серебром, золотом, бронзой и любым другим. И иногда я сама обрабатываю после литья, иногда отдаю на аутсорс, так сказать, профессионалам. И моя задача – это создать модель руками от и до. Журналист должен уметь рассмотреть тему под разными углами. Кроме того, что профессия ювелира интересна и творческая, она считается одной из вымирающих. Проще и дешевле создавать украшения массово, чем тратить время и силы на изготовление штучных изделий. Но всегда есть люди, которые хотят создать нечто уникальное, нерастиражированное, свое. Обычно журналист – сторонний наблюдатель. Но не на этот раз. Участники медиашколы не только смогли задать вопросы и посмотреть, как создаются заготовки для ювелирных украшений, но и сами попробовали себя в роли мастеров. Скруглять углы. Мы можем наплавлять массу, также легко их убирать постепенно. Есть заготовки специальные для колец. Они называются заготовки-подпечатки. С помощью лобзика мы отрезаем нужную нам часть, выбираем в центре с помощью лезвия до необходимого размера. И затем также обтачиваем до нашего образа. На первый взгляд эти две профессии никак не связаны. Но если присмотреться, сходство есть. От полученной информации юные журналисты, как ювелиры, должны отсечь все лишнее. Только так рождается объективный материал. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.